Проделки инопланетян или подземных цивилизаций. Самые разные, порой совсем мистические версии исчезновения воды из Мохинского озера в городе Бор выдвигали эксперты. Так, исследователь паранормальных явлений заявил, что вода могла понадобиться представителям подземных цивилизаций для охлаждения реакторов их звездолётов. Однако реальность оказалась куда прозаичней. Во время благоустройства природное озеро решили перенести на 10 метров, но в итоге вода просто ушла. Пришлось наполнять водоём из городской системы водоснабжения. Но бывали в регионе случаи, объяснений которым найти не смогли. И в итоге одно из них, скажем так, остановилось в Первомайском районе, и там был контакт пятой степени, когда человек непосредственно контактировал с пилотами. Исследованием НЛО занимаются уфологи. Как оказалось, развито это направление и в нашем регионе. А именно, у нас действует региональное отделение неакадемической общественной организации «Космопоиск». Его уфологи собирают необъяснимые случаи со всей области и дают свою экспертную оценку. Большинство из них вполне объяснимы. Сфотографируют у них отражения в линзах или что-то такое, там, заметили какой-нибудь протокоп. Бывает, что планету яркую иногда видят и думают, что это НЛО. Ну, всякие люди бывают. Но, на самом деле, есть сайт уфосети.org, и люди могут туда писать свои сообщения о наблюдениях. И лучше написать, скажем так, ошибочные сообщения, когда его всё равно рассмотрят, определят, что это. Чем, например, мы упустим какой-то реальный интересный случай. Свои наблюдения или предположения по странным неопознанным объектам в небе можно отправлять в группу «Космопоиск ВКонтакте». Специалисты его рассмотрят и объяснят, что именно вы увидели в небе.